Сегодня будем говорить о том, что, в общем, составляет в основном такой средоточие нашей жизни. И самое главное, что у нас есть в жизни, это люди и общение с людьми. И в то же время это трудно, это то, что доставляет нам порой большие страдания. И вот контакт, который часто так желанен для нас, и которого мы ищем разными путями, ждем, он строится не просто для нас. И сегодня мы будем об этом говорить, разбирать ваши случаи и даже рассмотрим вот кривую контакта. Одна из школ психологической гештальтерапии предложила такую модель развития контакта от начала до конца, чтобы посмотреть, чего там происходит с нами, как мы в него вступаем, как мы от него иногда уходим. У нас вообще всегда эта тема шла из нескольких частей. У нас один год было про знакомство, один год у нас было про прощание. А вот в этот раз у нас такое голубом по Европам, все важные встречи. Да, про все сразу. И первое, о чем хочется сказать, это то, что вот в этот вот контакт с человеком, будь то бездомный, или хозяин квартиры, или либо в больнице, или детском доме, вступаем в контакт мы. Да, что еще нет того человека, мы еще не увидели того человека, к которому пришли, но мы уже есть. В этой стадии сейчас Наташа. Да. Подопечных еще нет, а вот в этом лучшее есть. И мне кажется, что это очень важно, вот как-то вот понять, вот какой я, с чем я иду, чего хочу, чего не хочу, с чем готов встречаться, с чем не готов. И как-то побыть собой, потому что бывает так, когда вот появляется рядом несчастный, а человек, к которому мы уйдем, он несчастлив, ему плохо. То очень часто бывает, что мы в этот момент исчезаем. Вот есть несчастный, а я как бы должен кинуться туда и что-то вот такое вот сделать, а что со мной, как это мне, готов, не готов, вообще хорошо мне или плохо, это вообще не важно. И вот это очень большая ошибка, потому что, в принципе, хорошо другому рядом со мной будет, если мне хорошо рядом с ним. Вот не может так быть, что вот мне хреново, но я все делаю, чтобы ему было хорошо, и ему будет хорошо. Вот если мне плохо рядом с ним, при том, что я делаю все, чтобы ему было хорошо, то ему хорошо вряд ли будет. И бывает еще такое, что люди приходят верующие, христиане, и они читают вот такое вот тоже вот отказаться от себя, забыть про себя и прийти к другому человеку. И это вот тоже не отказ в пользу пустоты. Не так, что вот я исчез, а другой человек есть. Нет, это про то, что теперь это отношение не на двоих, а на троих. Ну, еще Бога сюда приглашает. Но это не про то, что я исчез из контакта. Я как раз, ну, есть в нем. И если Бог будет действовать, захочет действовать, то это страшно, ответственно, но действовать он будет именно через меня. Потому что больше никто в эту секунду к этому человеку не пришел. Поэтому мое согласие, мое присутствие, мое вообще осознание, что происходит, мой какой-то порыв, мое отношение, оно очень важно. Что касательно знакомства, то со знакомством можно не торопиться. Потому что есть вот такой вот способ знакомства. У нас такая была чудесная совершенно волонтерка, Бурденко. Она человек удивительно открытый, удивительно жизнерадостный. Она просто подходила к ребенку и говорила, привет, я Жанна. И вот так вот раз, и вот она познакомилась. А я так совершенно не мог. И это трудно так знакомиться. И мне надо присмотреться, как-то встретиться глазами, вместе побыть, увидеть, как человек себя ведет. Как-то вот понять вообще комфортно, мне некомфортно вот именно вот с этим вот ребенком вот как-то вот сейчас вот законтачить. Иногда бывает, что подопечный меня пугает, я начинаю, значит, разбираться, от чего мне страшно, может быть, мне подождать, а может, мне нужно какой-то вопрос задать, чтобы мне перестало быть страшно. Как-то вот привести себя в порядок. И мне всегда было очень важно, что наш контакт – это вещь, за которую мы ответственны оба. Мы этот контакт будем сейчас строить вместе, и мне могут отказать в общении, и я могу отказать в общении. Человек может отвести глаза и дать понять, что ему со мной неинтересно. И я могу так, как-то так отвлечься, когда мимо меня проходит, и показать, что вот, ну вот, ну вот, не готов я сейчас, ну вот, ну вот, вот с тобой, вот, ну, прости вот сейчас, вот, ну вот, ну вот, ну вот, нет. И строим мы контакт, да, вот с помощью жестов, с помощью улыбки, с помощью слов, вот мы начали общаться. Мы можем сразу начать во что-нибудь играть или задавать какие-то вопросы. И здесь тоже очень важно, что вот вопросы, вообще какая-то такая вот болтовня с моей стороны или, наверное, с стороны других волонтеров – это какой-то такой повод снять тревогу. И надо как-то нам понять, ну, какие вопросы мы можем задавать, которые могут способствовать контакту, да, мы можем задавать на человек какие-то вопросы, которые могут человека испугать, да. Вот, например, мы с Наташей ни разу не общались, да, если я сейчас скажу, Наташа, кто твои родители? Кто знает, может быть, Наташа-то может напугать, и она как-то вот… Ну, по крайней мере, сильно удивить. Сильно удивить, да, или вот начать вот общение, ты уже, Наташа, ты из какого города приехала, где ты живёшь, с кем ты живёшь? Где у тебя собака-кошка? Вот ты чего? Это вот иногда волонтёры именно так начинают контактировать с ребёнком, да? Вот это слишком круто, это слишком резко, вот, да, можно как-то вот… И очень здорово, конечно, начинать на тему «нравится». А что тебе нравится? А вот как тебе вот сегодня вот солнце, сегодня вот птицы, а я вот сегодня шёл, а там вот высветили тюльпаны, и они меня так порадовали. А вот скажи, а ты любишь тюльпаны, ты видел тюльпаны? Ну, вот как-то вот так вот, ну, нейтрально начать тему, вот. Не зря любой этикет предполагает сначала разговор о погоде. Это непросто так. Вот. Дальше, конечно, очень важно, мы можем строить отношения на день, мы можем строить отношения на неделю, мы можем строить отношения на несколько недель, мы можем строить отношения на несколько лет. И здесь встаёт вопрос границ. Чем более долгосрочные будут наши отношения, тем важнее установить границы. Потому что если я знаю, что этот ребенок завтра выписывается, он просто здесь на обследовании, и вот ему надо с меня очки сдирать, и надо, может быть, так я потерплю один раз. Но если я знаю, что нам надо общаться, то придется дать понять человеку, что с очками нельзя, и я это не позволю, и все. И иначе не получится, иначе я начну злиться, бояться этого ребенка, не доверять этому ребенку. Нельзя снимать с меня очки, и все. Потом наступает, когда уже мы начали общаться, такой момент, когда мы ищем какую-то уникальность друг к другу. И очень важно, ребенок надо выстраивать свою уникальность перед тем, что он или он самый крутой, или он самый больной, или он самый вот какой-то. А мы тоже можем быть самыми терпеливыми, самыми добрыми, еще какими-то. И мы ищем какую-то новую уникальность в нашем контакте, в том, что мы можем просто вместе творить, в том, что мы можем просто вместе смотреть, как лупят по крыше дождь, и нам будет хорошо. Или к нам взлетела Божья коробка, и там по листку ползать, как нам тоже с этим хорошо. И потом, наконец-то, расставание. Здесь вот в поиске уникальности очень важно то, что не только мы хотим ребенку довольно много дать, многому научить, но и ребенку хочется нас научить, хочется нам рассказать, хочется нам дать. И очень важно, чтобы мы тоже отвечали на щедрость ребенка. И принимали ту любовь, ту заботу, то доброе отношение, которое нам дают. И это порой бывает очень как-то так некомфортно, неудобно. Слушай, я пришел помогать, да, я как бы вот сам готов этому ребенку отдать, а он вот со мной делится вот тут едой, там, хочет подарить мне там свои фломастеры. Ну, что же делать? Ну, в конце концов, я пришел грустно, а он меня развеселил. Он меня развеселил, вот. А когда мы прощаемся, то в первую очередь можно сказать, не зажать это, как нам было с человеком хорошо. Ну, просто сказать, мне было хорошо. Мне было приятно то-то, то-то. Мне очень здорово, спасибо, что меня научил тому-то, тому-то. Я его так никогда не видел. Вот, спасибо, что мне там рассказал, как живут люди, там, в таджикской деревне. Я никогда не знал, как они там живут, а теперь знаю. Вот. Или я не знал, как будет по-чеченски. Здравствуйте, спасибо, до свидания, а теперь знаю. Ну, уже круто. Вот. Тем более, что с ребятами из бывших республик Советского Союза или из кавказских российских наших регионов все равно придется каким-то образом без языка. Они еще русского не знают, поэтому придется через родителей, которые переводят, или с вами какой-то такой тарабарский язык, полу какой-то такой изобретатель. В общем, тоже таким образом здорово выстраивается контакт. Можно вместе рисовать, можно вместе придумывать язык, вот. Можно рисовать какие-то дорожные знаки друг другу, что-то объяснять друг другу, вот. И с расставанием, я думаю, мы поговорим более подробно, да. А теперь попросим Лину нам рассказать про кривую контакта. Мы когда готовились к этому тренингу, я решила, что я дам некоторую теоретическую базу. И сама свое обучение как-то и свой опыт подытожу. Это одна из возможных теорий, которая рассматривает, как происходит контакт между людьми. Вот я ей училась, это гештальтерапия, и она, мне кажется, вполне допустимой и полезной при рассмотрении того, что с людьми происходит, когда они контактируют. Называется это кривая контакта. Выглядит она вот так вот страшненько. И говорится о том, что это способ контактирования любого человека, но даже любого организма с окружающей средой. То есть мы можем рассматривать как то, что происходит с подопечным, и то, что происходит с волонтером. И бывает контакт такой вот глобальный двух типов, когда мы что-то хотим получить, и в итоге получаем, и испытываем удовлетворение. И когда мы хотим что-то отдать. Отдаем и испытываем радость. Поэтому как волонтер может прийти с потребностью что-то получить, и не только с потребностью отдать, так и у ребенка может быть потребность что-то получить от волонтера, или наоборот что-то отдать волонтеру. Поэтому когда вы что-то получаете от ребенка, вы, может, даете ему шанс совершить такой цикл контакта и возрадоваться. Это такая теоретическая база, на ней очень сильно ложится то, что сейчас сказал Андрей, как конкретика. В целом рассматривают, как бы, такие совсем основные части. Это преконтакт, собственно, контактирование процесс, сам контакт и постконтакт. Как бы, такие глобальные части. Преконтакт – это то, когда мы еще не очень понимаем, чего мы хотим. Вот мы только-только вступаем, мы оказываемся в новой ситуации, у нас возникает какой-то дискомфорт, или как-то чуть-чуть приподнимается возбуждение. Да, вот здесь очень просто. Здесь время по этой оси, а по этой оси, то, что называется возбуждение, то есть силы, прилив сил. Вот со временем силы, если контакт складывается, они поднимаются все больше и больше сил. Сила, энергия – это возбуждение, действие, контакт, и если все хорошо случилось, то, значит, сила спадает, энергия спадает, возбуждение успокаивается, и можно прощаться. Как раз фаза прощания, по большому счету. А в начале практически нет этого возбуждения, вот мы попадаем в новую ситуацию, чего-то начинает хотеться непонятно чего. В ситуации, когда волонтер приходит к подопечному, здесь волонтер, он немножечко на шаг вперед. Вот как Андрей правильно сказал, вот есть волонтер, и у него уже есть представление о том, что он чего-то хочет. И может быть даже есть какие-то способы, я не знаю, хотя бы материалы, которые принесены. Вот он делает первый шаг и приходит к ребенку, вот уже примерно представляя хотя бы что-то, чего он хочет. А ребенок, ну вот, встретился с этим волонтером, и он пока не понимает, хочет он, ничего не хочет. Значит, первая забота любого человека в контакте – это обеспечить собственную безопасность. То, что Андрей сказал со стороны волонтера, да, можно вообще присмотреться, не спешить. То же самое нужно дать возможность ребенку. То есть надо показаться, сообщить о своих намерениях, пригласить, можно даже сказать, мы сейчас будем делать что-то. Вот это мы со стороны волонтера задает некоторую общую безопасность. вот, но дальше желательно, чтобы ребенок получил удовольствие, немножечко затормозиться. Значит, здесь есть опасность для любого человека, для ребенка слететь вообще с этой кривой, выйти на плато и не получить удовольствие. Называется оно слияние. Это когда вот это вот остается мы и не появляется я. Ну, вы, наверное, это и в детстве хорошо помните, и по детям. Вот, приходит, ой, давай мы сейчас будем делать вот что-нибудь такое. Мой ребенок садится. Ему, значит, волонтер или педагог рассказывает вот так, на энергии, что мы будем делать. И он это делает. Но его собственное желание здесь, ему даже, он даже вообще не задумался. Он это хочет, он это не хочет. Ему это удобно, неудобно. Вот. Он полностью чувствует себя частью окружающей среды. Такое вот слияние, когда мы не отличаем себя от других, не понимаем, чего мы хотим, делаем как все. Вот. Оно бывает, дает очень сильное чувство сопричастности, да, как-то там, толпа на стадионе, работа в команде, хоровое пение, вот такое базовое чувство сопричастности. Очень, вот, безопасность очень сильно поддерживает. Это не я, это мы. Но есть большая опасность, ну, что, во-первых, человек не проявится, а, во-вторых, попасть в зависимость. Вот это вот тоже прослияние, когда отношения кажутся, что вот с этим человеком я жить могу, или с этим делом, или с этим местом, а в ней его жизни нет. Это у кого? Это у многих людей, в многих ситуациях. У подопечного? У подопечного. Ну, у подопечного это то, чего очень боятся волонтеры, которые идут в детские дома, они боятся, что ребенок привяжется. Или что они сами привяжутся. Или что они сами привяжутся. И вот опасное чувство привязанности, это именно про то, что у меня ощущение, что с этим человеком я живу, а без него я не живу. Вот он для меня все, а без него жизни нет. Это очень детское такое ощущение, оно у всех у нас было в младенчестве. И оно было, ну, объективно. Без мамы мы жить не могли. Да, вот были взрослые, мы могли жить, нет взрослых, мы выжить не могли. И оно глубоко осталось. И вот я боюсь, даже не то, что сказать о себе, я даже боюсь подумать о том, чего я хочу, чтобы не выпасть вот из этих зависимых отношений. Потому что как только я пойму, что я чего-то хочу отдельного от другого, мне станет страшно. Да, потому что это грозит, как будто бы потеря отношений. Вот в простом контакте с ребенком как можно его поддержать на этой стадии? Ну, во-первых, как я уже говорила, дать время, дать возможность оглядеться, не втягивать сразу, предлагать, но дать возможность на себя посмотреть, на материалы посмотреть. Спрашивать про него и давать на выбор. А ты что, ты хочешь? Вот там, ты куда хочешь сесть? Тебе так удобно подвинуть там, я не знаю, гуашь к тебе поближе, кисточку, или отодвинуть. А ты там, не знаю, эту раскраску хочешь или эту. На доступном, вот не сразу глобально, чего ты хочешь, потому что человек еще не знает, а давать возможность выбора, чтобы он не за вами следовал, а вот в ваших рамках делал какие-то свои первые движения. И если все складывается хорошо, у ребенка появляется желание действовать, и вы видите, что он как-то, как это называется, включается. Опять же, ребята, которые ездят в детские дома с тренингами, с играми таким большим, у них это прямо, ну, главный показатель. Интересно, неинтересно, включился, не включился. Вот включился, начинает гореть глаза, начинает как-то вот больше активности, он начинает пробовать что-то. А здесь следующая возможность себя угасить, как у волонтера, такого подопечного, называется интроекция. Такое, да. А если по-русски попробовать? Это когда я знаю, что я должен делать, и это сильнее, чем то, чего я хочу. Это то, что мы приняли, как некоторые нормы, воспитанные, как бы, полученные от кого-то, но не сделали своими. Так. Все должны рисовать солнце только желтым. Ну, это просто пример из практики, когда берет ребенок, вот, был вообще на нуле никакого интереса, никакой активности, потихонечку, Андрей его раскачал, вот, предлагая разные материалы, наконец он взял кисточку, что-то у него проснулось, начал рисовать, и обмакнул кисточку в зеленый, и начал рисовать солнце. А над ребенком стоит мама. И что она говорит? Ну да, я спросил у него, что ты хочешь нарисовать? Он говорит, солнышко. Я говорю, как хорошо. Где ты ведешь зеленое солнце? Положи сейчас зеленую краску, и все. И на этом стоп. Потому что, вот, вот, есть мое желание, потянулась рука, но все, все должны рисовать солнце только желтым. И я должен быть как все, я должен быть правильным. Вот, если здесь можно понять, когда много произносится слово мы, то здесь можно понять, что вот на этой стадии человек застрял, когда говорится, я должен. Все так делают. Никто не делает по-другому. Некоторые такие, вот, обязан, это нужно. Вот почему ты это делаешь? Это нужно. Кому нужно? Если ты это делаешь, то это тебе нужно, а зачем тебе это нужно? Такие вопросы, в принципе, человек себе не задает, а ему задать как раз можно. Вот. Очень хороша вот эта вот, как бы, эти интроекты, они хороши, когда человек учится. И когда вы чему-то учите. Если вы приходите с мастер-классом, да, делай, не знаю, докупаж, то там вот от вас должны быть четкие правила. Делать вот так вот, клей наносить так, салфеточку класть так, и человек должен их без критики принять. Тогда у него получится красиво. Вот. В принципе, мы все так учились. Но, если на этом мы застреваем, то у нас получается некоторая такая вот жесткость, и мы опираемся только на внешние. В ситуации, в незнакомой ситуации, а ситуация общения с волонтером, она отличается от всех остальных именно тем, что рамки не заданы. Чего делает педагог, понятно. Чего делает медсестра, понятно. Чего делает воспитатель, понятно. Чего делает волонтер, и чего делать с волонтером, непонятно. Правил нет. Поэтому здесь очень часто возникают какие-то старые правила, которые для старых ситуаций действенны. Но если вы хотите действительно получить полное удовольствие, через них надо как-то немножечко по аттракции сказать, что сейчас ситуация более свободна. Ты не обязательно действовать по привычному шаблону. Можешь попробовать что-то другое. И тоже спрашивать, а как ты сам хочешь. Ну да, все рисуют желтым, а что будет, если попробовать зеленым? Да? Что случится? А давай попробуем так и так. Немножечко поиграть в эти жесткие правила. И тогда вы видите, что человек совсем как-то вот, если он сначала просто потянулся рисовать этой зеленой краской, то, когда вы ему помогли преодолеть, что он может здесь свободно рисовать, у него энергия вообще прибавилась. Вот он начинает уже малякать там, чего-то разговаривать. И вот когда у него уже много энергии, здесь могут быть конфликты. Если вы начнете как-то конфликтовать с ребенком где-то в самом начале, вдруг наезжать, вот сейчас ко мне пришла девочка, а я играла с помощью рыжей кошки. Вот, я была за рыжую кошку, а девочка была за себя. И девочка начала конфликтовать с самого вот, вот как она зашла, она сразу начала конфликтовать. И я в роли этой кошки, мне ничего не хотелось с ней делать. А здесь, когда вот у человека уже есть оформленное желание, вы можете уже говорить о себе, ставить какие-то границы, рассказывать, как это желание может быть исполнено, как не может быть исполнено. Прекрасно, да, ты уже разрисовывал весь лист, а за лист заходить нет. Или на своей рубашке я тебе рисовать не дам. экспериментировать можно, но вот на моей белой рубашке нет. Вот мне не нравится, я не хочу. В ситуации с детьми особенно хорошо, когда волонтер говорит о себе. Мне нравится, это меня пугает, так я вообще разозлюсь. Ой, как хорошо. Да, а я даже успокоилась, когда ты так сделал. Даже здесь есть некоторая опасность, называется это проекция, проектирование, то, что распространенное слово. Есть что-то, что внутри нас мешает получить желаемое. Или наоборот помогает, но мы не знаем, как его использовать. Например, мы злимся. И мы прекрасным образом это видим не в себе, а вовне. проекция, приписывание другому того, что есть в тебе. И ты видишь не другого, ты видишь себя. Все искусство построено на проекции. Любое произведение искусства, когда я вовне размещаю то, что есть у меня внутри. а с другой стороны, тут можно начать критиковать, расстражаться, тоже конфликтовать, или наоборот чрезмерно заботиться о другом человеке. Не потому, что он злится, или он тебе мешает, или он тебя пугает, или ему нужна забота. А потому, что ты испуган, или разозлен, или тебе нужна забота. Это, кстати, для волонтеров хорошая ловушка. Но это надо бывает со скупкой. Когда ты делаешь с ребенком, и вдруг стало скучно. Вот как-то что-то ну что... И в какой-то момент начинает казаться, что скучно ребенку. Что ребенку скучно, надо что-то сделать, а на самом деле скучно-то мне. И можно просто сказать, что-то я заскучал, пока мы с тобой этот дом рисовали. А тебе как? Может быть, чем-нибудь там... как-то вот проявить себя, потому что на самом деле я заскучал. Точно так же, как я могу испугаться, затревожиться. Это я затревожусь. Ребенок куда-то полез. И можно кричать. Ой, ты не видишь, что ли, куда ты лезешь, исходя из того, что ребенку страшно. А ему не страшно, он туда лезет. Это мне страшно. Можно сказать, я боюсь за тебя. когда ты туда лезешь. Пожалуйста, спустись, мне за тебя страшно. А не апеллироваться к тому, что страшно, что как бы подразумевает, что испугался он. Да, дело в том, что это очень труднопреодолимый перевал такой, потому что очень часто мы вкладываем в других то, что не готовы видеть в себе. И поэтому как бы принять вот что помогает. Когда ты принимаешь свою проекцию обратно, это не он, а я, это сложно. Если вы в этой точке настигнуты, то это как бы можно сказать, что-то мне кажется, что все меня сейчас осуждают, на меня смотрят, смеются. стоп, может быть, они мне не нравятся. И почувствуют, как вам вот это предположение, что если вам кажется, что все на вас смотрят, и вы не нравитесь, то может быть, вам кто-то не нравится. Приложите его к себе, попробовать, как бы отзывается, не отзывается. С ребенком сложнее, но ребенку можно озвучить, так он человек не взрослый, он все-таки честнее это проходит, озвучить. Вот вы видите, что там ребенок вот прям защищается от вас или от кого-то другого, особенно подросток, он ведет себя так, как будто бы на него нападают, или как будто его критикуют. можно спросить, тебе не нравится то, что у тебя получилось? Это тебе не нравится? Вот если ребенок прямо вот прям явно защищается, как будто сейчас вот его работу критикуют. Спросить, тебе самому как? Тебе не нравится? А мне нравится. И больше говорить о себе. Ну, да, и там, если ребенок очень сильно там за вами ухаживает, о вас заботится, вам сочувствует, вот прямо вот как-то вот. А ты, наверное, тоже хочешь, чтобы тебя пожалели? А ты, наверное, тоже хочешь, чтобы тебя позаботились? Часто ловушка для волонтеров, если вы очень сильно хотите позаботиться о другом, спросите себя, может быть, вам нужно просто самому попросить помощи? Может быть, это вы нуждаетесь сейчас в заботе? Да, как бы вот сделайте стоп. То же самое можно с ребенку. и когда ребенок сильно пугается, можно спросить, а ты злишься? То есть он пугается, он видит, как будто в других, что другие очень злые, вполне возможно, что злится просто он. И пугается на самом деле собственной злости. Или наоборот, если он очень агрессивен, как будто все вокруг страшные. Можно спросить, а ты боишься? Потому что вполне возможно, что он защищается от собственного страха, а не вы такие ужасные и прямо так на него нападаете. И здесь как можно больше говорить о себе. Да, положительная сторона проекции это возможность компати, возможность в другом увидеть себя. сопереживание, вот он чувствует то же самое, что я. Поэтому вот здесь как раз говорит, что мне нравится, что мне не нравится, а я вообще на тебя не злюсь, а я тебя не отвергаю, а мне твоя работа нравится. Ты можешь считать что угодно, но мне лично твоя работа не нравится. Ты можешь думать, что я здесь вообще уже сижу, считаю минуты и скучно мне, а мне на самом деле интересно, что ты там 25-й кубик кладешь в эту горьку, если мне действительно интересно. И если это все прекрасно нам пройдено, мы уже почти-почти к тому, чтобы контакт совершился, и здесь нас ловит такая очень распространенная в нашем мире вещь, называется она красивым тоже словом ретрофлексия, оборачивание на себя. Здесь я уже понимаю, чего я хочу. здесь я уже понимаю, что это хочу именно я. Здесь я уже понял, по каким правилам здесь все происходит и кто вокруг. И здесь у меня есть возможность совершить действие или не совершить. Не знаю, признаться любви или не признаться любви. Отодвинуть человека от своих границ или не отодвинуть. Вот. И вот почти получить удовлетворение. Но с одной стороны я могу это сознательно сделать из самоконтроля. Я понимаю, что этот ребенок снимает с меня очки и мне не нравится. Но я сознательно решаю, что я потерплю. Потому что мы с ним один вечер, этот вечер для него может много чего значить. И я потерплю, я беру на себя риск. И я вот действие, которое по защите своих очков, которые ребенок с меня все время снимает, я действие останавливаю. И чувство расстражения остается во мне. Я сознательно на это иду, я понимаю, зачем. И я потом как-то его проживу, как-то с ним справлюсь. Вот такой самоконтроль, которому научены и в экстремальных ситуациях очень хорошо помогают. Ну и в принципе воспитанные люди так себя даже когда осознают, часто останавливают. Но при этом все чувства, если особенно их много, энергия сильно поднялась, они оборачиваются на себя же. И часто это происходит, приводит к самоагрессии, саморазрушению или наоборот самовлюбленности. Когда все чувства, которые у меня поднялись для того, чтобы что-то дать или что-то получить от другого человека, я оборачиваю на себя. Хорошо видно в психоневрологическом интернате и в ДДИ, наверное, вот ребята с такими умственными отклонениями, у них то, что происходит внутри, они делают с нами, внутри они делают то же самое, но как бы снаружи. Когда человек ему что-то не нравится, он начинает биться головой об стенку или бить себя кулаком по ногам. Вот он не может сказать взрослому «Отойди, это мое личное дело, не смотри». Он начинает бить себя. Та вот сила, которая в нем поднялась для того, чтобы защитить, он оборачивает на себя. Или когда ему кто-то сильно нравится, он не делает шаг вперед, не говорит «Как хорошо, что ты ко мне пришел», не пишет открытку, он это действие останавливает и он остается в таких вот чувствах, переживаниях собственных. но с другим по-большому до конца не встречается. Ну, а если здесь это тоже пройдено и действие человек себе позволяет, рискует, потому что тут уже состояние полной свободы, тут полностью есть я, полностью есть другой, ответ другого непонятен, поэтому так тяжело делать вот такой вот искренний полный шаг навстречу другому человеку, не прописанный правилами. Но если он получился, то вот происходит контакт, происходит такое тоже слияние на вот уже на вершине подъема вообще сил, просто счастье, если мы чего-то хотели получить, то мы это получаем, испытываем удовлетворение, если мы хотели чего-то отдать, то мы отдали, поделились и получили радость. и дальше тут уже помешать сложно, можно, но гораздо сложнее, энергия спадает и происходит очень важное в стадии ассимиляции опыта. Вот то, что с нами было, то, что мы получили, оно должно стать частью нашей жизни. И хорошее прощание, оно происходит вот здесь вот, когда мы должны вот принять то, что получили, поблагодарить, вспомнить, как это трудно, да, как мы трудно к этому шли, вспомнить какие-то удивительные моменты нашего контакта, понять, как изменится мир после этого, вот, и отпустить. это таким тоже несколько, вот, вот мы успокаиваемся, и здесь такая вот светлая грусть расставания, потому что мы уже получили, больше от этой встречи уже не получишь, только если начать новый цикл контакта, там будет новый интерес, новая потребность, новая встреча, а здесь вот, вот оно уже сложилось, оно должно стать частью нашей жизни. Вот, вот так вот выглядит трудно, а потому и настоящие встречи, вот такие человеческие, они драгоценны, они трудны, они редки, и это не к тому, что мы, это, я не дарю вам интроект, что мы все обязаны вот именно вот так вот всегда функционировать. Это схема, которая помогает нам, как бы, пройти, если мы очень хотим, да, помочь, вот где-то понять, как помочь себе, а как помочь другому человеку. Ее используют терапевты в своей работе, да, чтобы понять, как помочь клиенту, в какой стадии, как клиент застрял, вот, как помочь совершиться встречи. Ее же можно просто иметь в виду, когда, ну, ты понимаешь, что тебя что-то сильно задевает, что ты что-то сильно хочешь от ребенка, от себя, и какой-то затык, чего-то не получается, просто вот посмотреть и понять, в какой момент, может быть, вы остановились и чего хотите дальше делать. Вот, все время там жить невозможно, потому что, ну, какое-то это состояние полной включенности, полной сопричастности миру и другим людям, какое-то такое райское состояние, нам... Почти недостижимое. Почти недостижимое, да. Поэтому бывает, даже если вы, ну, вот просто вот, просто побыли вместе, да, и не родилось, ни у вас, ни у ребенка желание, все равно хорошо. Вы, хотя бы безопасность, да, вы провели верность, вы были вместе, вот это вот мы сложилось, ну, и то хорошо. Но у каждого волонтера, который давно волонтерит, есть, есть такие свои встречи, вот есть дети, с которыми вот действительно такие встречи произошли. Есть такая аксиома, очень интересная, что... Из опыта. Да, из опыта, что на самом деле каждый волонтер в каждый день прихода встречает именно того ребенка, который ему нужен. И, видимо, каждый ребенок встречает именно того волонтера, который нужен. То есть, то, что происходит, оно драгоценное, оно нужно нам обоим. и в этом смысле не каждый контакт обязан сложиться. Не каждая встреча обязана закончиться тем, что вот нам хорошо. Может быть, я должен понять, что реально с человеком, который ведет себя так, я находиться не готов. а этот человек должен понять, что даже очень большими манипуляциями подобного рода взрослого человека нельзя заставить сделать то, чего он хочет. Вот, может, мы сегодня ради этого встретились. Вот. И действительно, вот, вот по опыту это аксиома, что ко мне приходит именно мой ребенок, и... Какой-то момент. А прихожу именно я, и если я сегодня такой вот бурчащий и недовольный и скучный, то, значит, вот именно такой сегодня и нужен. Это к тому, в каком состоянии можно идти к детям, а в каком нет. Вот в любом можно. Собственно. В чужом лучше не надо. Вот такой вот букобяка вот сегодня, вот устатый и стукнутый по голове, наступивший весной, вот и найдется ребенок, которому вот именно вот такой сегодня и нужен. Немножко ворчащий, немножко брюжащий, немножко рассеянный и всем недовольный. Ну, вот такой вот нужен сегодня. Да. А отклики, вопросы, вот как вам то, что вы услышали, что откликается, что нет, как оно, куда ложится или никуда не ложится, что всплывает. Я потерялся на второй ступеньке. Уже хорошо. Дальше. Ну, то есть, они, вот первая, вторая ступенька для меня поняты и прожиты, да, что я в себе нахожу какие-то примеры, вот дальше я, кстати, уплыл. То есть, это вот следующий шаг сюда. Да. Ну да. До прощания, в общем, еще долго и идти. Так что, можно даже пока и не ставить такой задучки. Наташа, Виталий. Я хотела подчинить, это неофициальное занятие, правильно? То есть, если мы приходим и занятие в целом посвящено, например, макраме, а ребенку неинтересно, мы можем с ним заняться чем-нибудь другим, например, рисовать или там клеить что-нибудь? Ну, можем, и здесь просто все зависит от того, что происходит, да, вот, например, если ты пришла одна с мастер-классом, ну, на первых порах такого не будет, точно. На первых порах не будет, координатор отследит, чтобы такого не случалось. Но, в принципе, если ребенок не хочет участвовать в каком-то мероприятии, и у нас есть свободный волонтер, то да, у нас часто бывало так, что идет мастер-класс по какому-то виду творчества, а есть отдельно маленький столик, за которым сидит два ребенка, один волонтер, и они делают то, что они хотят. Но, в любом случае, волонтеры это люди свободные, и общение с волонтером это дело свободное для подопечного. То есть обязательности прийти на занятия с волонтером нету ни у кого. То есть если ребенок не хочет, иногда бывает, что в детском доме там приводят группу, да, или там воспитатели приводят детей, но бывает, к сожалению, ситуация, когда среди нас находятся дети, которые этого не хотят. Вот, но чаще всего есть возможность у детей. У меня бывает, я прихожу в группу, там 8 человек, 7 хотят, один не хочет. Он говорит, уходи отсюда, я не хочу, чтобы вы сегодня пели, у нас он начинает плакать. А у него есть возможность побыть в другом месте? Или ему важно, чтобы никто не получил удовольствие от общения с тобой? Нет, уходи. Ну, нет, ну, как-то. У него реально есть место, где он может побыть без вас в это время? Он может побыть у себя в комнате? Нет, это, например, на улице, на прогулке. То есть он может отойти? он может с воспитателем отойти в стороночку, конечно, вот. Но я решал это так, что я ему говорил, что, ну, на самом деле, я к вам ненадолго, вот, три песенки споем, вот. Ну, я вижу, что я, вот, тебя сегодня, ну, нет, я какие-то не такие слова, ну, там, ну, то есть, ну, просто другие, вот, хотят, вот, ты потерпишь, я вот прям, и пока я играю, я все время на него поглядываю и смотрю, там, ну, что, вот, я им даю понять, что я, я помню о тебе, что, вот, хоть все там настаивают на бис, еще 115-ю песню, нет, вот, я о тебе помню, и вот, и третью песню, он мне уже заказывает, говорит, вот, такую хочу, вот, мы поем, но я говорю, все, я вот, мы с тобой договаривались, от трех, договаривались, все, всем до свидания, до свидания, ну, то есть, ну, такое вот, чтобы, сила выраженного желания, да, или нежелания, то есть, 8 человек, один не хочет, 7 хотят, но молчат, ну, 7, а остальные, вполне возможно, хотят 5 песенок, но они просто об этом, они не говорят, хотят, нет, почему, ну, наши дети, у них, не, они часто говорят, что хотят, вот, не, они, давай еще, еще, я говорю, нет, вот, пообещал, все, вот, активное предъявление себя, оно сразу, как бы, на него сразу реагирует, вот, Коля договорился, просто меня немножко зацепило, потому что бывают две разные ситуации, первая ситуация, когда ребенок не хочет, он не хочет слушать, он не хочет песню, и, если у него есть возможность это не делать, он просто отойдет, да, просто, вот он не хочет быть в этом пространстве, песен, да, и если он будет где-то в другом пространстве, он успокоится, а бывают дети, которые хотят, чтобы играли по их правилам, это ярко выраженное желание, если он отойдет, он не успокоится, а у детей, дети иногда у меня есть, мальчик, он замечательно выражает, я не хочу, чтобы играли по очереди, по всем, по правилам каждого, я вообще не хочу по очереди, я хочу, чтобы все было по правилам, только одного человека, и этот один человек, я, ярко выраженное желание, и не поспорить, и не важно уже, что вокруг происходит, главное, чтобы оно было по его правилам, вот, потому что остальное сильно пугает, если не по его правилам, вот тут, как бы, и для ребенка, и для нас важно ставить границы, я слышу, что ты хочешь, но вот здесь, вот сейчас, на нашем, ну вот ты примерно, да, ты про три песни сказал, потому что в данном примере, да, то есть ребенок именно хотел быть с нами, то есть он не хотел, от группы отделяться, он наставил на том, чтобы в группе не был я, вот. То есть это скорее про личные отношения? Ну, если он особенно третью песенку заказывает, не про то, что он песенку не хочет, это скорее отношения с тобой. Ну, да. Да. Ты мне самый плохий. Ну, по крайней мере, да, такие, выраженные, такие, вот, но ты ему сильно не безразличен. Не знаю, я так, судьба складывалась, что я с ним часто попадал, вот, когда мы что-нибудь там лепили, резали, вот, и мне приходил, он мой тренер такой, по терпению. Я же говорю, личные отношения складываются, это что он выводит из себя? Ну, да, то есть он в какой-то момент все время, ну, что, я не хочу это вот разукрашивать, все, я, мы, мы пришли разукрашивать, я уже разукрашивать не буду, я буду играть, вот, и, так, зачем я сюда пришел, я сразу там себя наставил, так, все, играем, забывай я про разукрашу, не играем, ну, то есть мне все время приходится с ним, так вот. Но может быть он как раз от тебя ждет, чтобы ты начала проявлять себя. Ну, вот как, там три песенки, хорошо, но три песенки, я пришел сюда, я три песенки спою, хорошо, но все-таки эту разукрашку, я, по крайней мере, да разукрашу, мне хочется, там, а играть мне сегодня не хочется, ну, может быть он тебя вызывает на то, чтобы ты появился, как личность, со своими желаниями. Вот, может быть, такая ситуация. Он хочет конфликта? Ну, конфликта для того, чтобы, чтобы другой человек, тоже появился, что второе я появилось. А, какое мое желание, может быть? Ну, я не знаю. Вот, ты, например, когда с песней приходишь, ты хочешь петь песни? Ну, да. Ну, все, я хочу петь песни. Да, но, если группа не готова, если у них, там, ну, я вижу, там, какой-то, что-то, не зависящее от меня, какой-то обстоятельств, что они какие-то, там, шебутные сегодня, там, какие-то, ну, тогда ты говоришь, я, я себе, да, я хочу петь песни, но вижу, что сейчас это будет неуместно. И это, ну, это вне контакта с этим ребенком. А когда ребенок говорит, я хочу, чтобы ты не пел песни, так. Может быть, он ждет, что ты скажешь, а я хочу петь песни, и он начнет контактировать уже с тобой. Не с некоторой средой, которая под него подстраиваться. А вот что будем, а вот я хочу петь песни, а чего будем делать, спрашиваешь ты его? Ну, у нас же не такой спокойный разговор, как у нас с вами. То есть, он заливается слезами, он меня уже начинает бить, например, уходи, ну, там как-то накидываться на меня. Ну, это же... Ну, вот если ты, конечно, если ты один приходишь в группе, а он тебя вызывает на личный контакт, здесь очень тяжело, это правда. Если у вас хотя бы было двое, один взял группу, а другой продолжил отношения с этим ребенком. Надо идти на шаг, пусть побьет воздух, пусть поплачет, а ты говоришь, я здесь, я с тобой. Ну, вот я с ним держу контакт только тем, что я его периодически пересекаюсь глазами, показываю, что я о тебе помню, и что вот наша договоренность в силе, ну, как бы, да? Для детского дома это очень сильно, когда есть человек, который тебя видит, тебя отслеживает, тогда для ребенка. Я сказала о том, что я не хочу, Коля меня увидел, Коля меня отслеживает, Коля меня услышал. да. Такие могут быть, ну, как будто бы могут быть более близкие отношения, как будто они туда идут. Такое ощущение. Виталий, как, как отзывается, как, что, что, что ложится, с ума ложится. Просто такая траектория получилась очень глубокая. У меня так не получается, у меня как-то проще, и детей у нас в группе таких, с которыми можно было бы такой глубокий контакт построить как-то очень мало, то есть именно речевой контакт. да, он, кстати, не обязательно должен быть речевой. Да, вот. Поэтому, ну, просто вспомнили ситуации, например, такие, которые, неловкие, да, в которых я, контакт сразу же обрывался. У нас подходила девочка, ее зовут Вика, и я подходил, она спрашивала, там, будешь ли что-то делать, и ее реакция была, Саша, вот, я думаю, то есть у нас был волонтер Саша, он сейчас есть, он, вот, его в этот день не было. И вот она, Саше ей понравилось, она все время ждала Сашу. И вот я подошел, говорит, Саша, и я думаю, ну, что мне сказать, что я Саша, или не Саша, вот, потому что, я знал, что если скажешь, что я не Саша, она как-то среагирует плохо, потому что, вот, уже была ситуация, когда я к ней подходил, и говорил, что я не Саша, она говорит, а вы кто? Я говорю, ну, ладно, все, я заканчиваю. То есть, контакт обрывался. А что ты ответишь на вопрос, а вы кто? Ну, потому что я вижу, что ее как-то вот это ждет, она Сашу, а я не Саша. Я думаю, ну, ладно. Хорошо. Вот, то есть, вот такая ситуация была. С песнями тоже была такая ситуация, когда мы играли песню, нежность играли, пели нежность, и одна девочка пришла, ну, не пришла, а, в общем, подошла и говорит, плохая песня. Мы спрашиваем, почему плохая? Ну, плохая и все. То есть, тоже, ну, как-то, догадаться, чего хотят дети, не всегда можно. Можно было спросить, а какую бы ты хотела? Можно, мы спросили, она сказала, хочу от улыбки, вот. Просто раз хотела, песня крокодила, Гена, наверное, что-то такое. У меня сразу родился вопрос какой-то девочки, очень провокационный, трудная или плохая? Нет, ну, я сказала, не плохая. А у вас, вот, ей в ответ, если задать вопрос, попробовать, вот, это трудная или плохая? Вот для вас эта песня про что? Мне кажется, все-таки, вот, у нее больше как-то, ей больше нравится песня именно веселая, и поэтому, и поэтому, да, и для нее она плохая. Про что? Песня про что? Вот вас на какие чувства вызывает? У меня? Ну, у тебя, у всех остальных. Нет, для меня очень трудная песня. Но песня расставания. Вот, я ее тяжело переживаю. Я ее очень люблю, но очень тяжело всегда переживаю. Вот, ну, я тоже думал, да, стоит ли эту песню петь, но на самом деле эта песня, она, да, это не песня для того, чтобы какую-то позитивную атмосферу создать, это песня, чтобы именно пробудить какое-то переживание, и мне кажется, это очень важно для человека. И вот она уже пришла с этим переживанием, она пропадилась, и она его взяла, она в себе не замкнула, она даже пришла, она им поделилась. Плохая песня. Я чего-то переживаю, чего-то, какие-то чувства, какие-то, вот, трудные, тяжелые. Плохая песня, они заставляют меня что-то такое переживать, чувствовать, а я, плохая песня. И можно прямо вот в этот стиле сказать, расставаться, это трудно, расставаться, это иногда плохо, в этом есть боль, я тебе очень сочетую. Ну, вот как-то, ну, это мои слова, свой отклик дать. Вот песня не случайно спета, спета с вполне осознанной целью, и получилось, и просто поддержать. плохая песня, это не вы плохие. это как раз, как бы вот, была цель, да, чтобы дети пережили что-то, и это случилось. И она даже пришла поделиться тем, что вот, что-то, чего-то с ней переживается, просто слов нет, про себя, про свой опыт, про песню. Нет, конечно, возможно, это действительно была реакция, это гораздо очень безразличия. Вот, да, но просто, очень сложно понять, что... Слово плохое, оно хорошо используется детьми, оно очень выжибает волонтеров, потому что воспринимается как сразу, я сделал что-то не то, я плохой. Хотя за этим словом... Или обесценивание того, что вы сделали, как будто бы, это слово плохо. Да, и то же самое, что вот уходи, не хочу тебя слышать. Ой, расскажи про Машу Руль. А-а-а... Очень наглядно. Маша, такая удивительная, вот такой, очень красивый, нежный человек, с огромным... У него очень много волос, она такая вот, какая-то вот... У него такая вот материнская харизма прямо, и дети ее совершенно обожали. И вот один мальчик, маленький, ему лет пять было, вот, он... как-то ее сильно, вот, полюбил, и когда мы собрались уходить, он заплакал, расстроился, обнял ее, не хотел отпускать, и он ее держал крепко-крепко ручонками, и говорил, уходи, я не люблю тебя. Вот, и вот так вот он с ней прощался. И это про сильные чувства, это не про нелюбовь, это про сильные чувства, это про... это про любовь и про злость на то, что приходится расставаться. Вот это вот, вот это вот я тебя не люблю, это переводит, ты мне очень дорога. Ой, у меня просто, просто был мальчик, который я работала в интегративном детском саду. Был мальчик, с которым мы еще индивидуально работали, у нас была нежная дружба. Я вхожу... А, Лида, я тебя убью? Да. Я вхожу в детский сад, открываю дверь, а там просто квартира, он сначала не видит, потом он на меня видит, и всегда, когда он на меня видит, он на меня несется с криком, Лида, пришла, Лида, я тебя убью! Говорю, Сеня, я тоже очень рада тебя видеть. Потому что, говорил он именно это, ура, ура, Лида пришла. Но слова при этом были, я тебя убью. Сейчас пока он говорит, я вспомню опять вот тот случай, когда мальчик меня погонял. В тот день я впервые услышал, что его собираются усыновлять. Может быть, он таким образом переживал то, что мы не встретимся. Может быть. Когда-нибудь, да? Может быть. То есть, его еще пока не усыновили, мы еще сегодня с ним общались, но сегодня все было хорошо. Ну вот он готовится, чтобы усыновить. Мышек неговорячего детей могут быть действительно сильные и разные, и чувства с разными оттенками. Это то, что песня «Нешность прошибла», прошибла, дотронулась до души. Это прекрасно. Ну, как раз, когда к нам приходили психиатры, когда мы запускали группу в ПНИ, и мы задавали им вопросы, там должно быть семинар большой записан, так что, если что, посмотрите. И как раз был вопрос, а вдруг мы зададим какой-то вопрос и детонируем какие-то чувства, тяжелые переживания больного человека. Не хочется этого как-то делать. А психиатры сказали, что это же жизнь, наоборот, пусть чувствует. Не бойтесь задать вопрос. Какое-то будет болезненное воспоминание, ну пусть он вспомнит болезненное воспоминание. Ну пусть он живет полной жизнью, не надо стерилизовать его чувственную сферу. Вот пусть чувствует, насколько может. И с одной стороны, ну, первое, даже может быть реакцией, какой жестокий ответ. Ну что же, если вдруг тяжелые переживания, а с другой стороны, ну действительно, ну вот, мы же все живем, мы на этом растем. Хочется, это бывает очень больно. Почему нет? Да. Если у нас оставить только песню крокодила Гена и убрать песню нежности с нашей души, мы сильно обетнели. Да. Вот. Ее еще, если можно, еще один случай. У нас появился совсем недавно мальчик Кирилл. Он совсем не говорит, но вот он пытается жестом разъяснить. Вот он пытался мне объяснить, что-то такое показывал, квадратное, потом что-то круглое. Вот. Я ему говорю, это машина, это колеса. И он как-то, и он на все реагирует с радостью. Думаешь, ну, то ли я догадался, то ли все неправда. То есть непонятно, реакция все время одна и та же. вот интересно, вот как вот с такими детями контактировать. Ой, у меня совершенно бредовая идея. У меня тоже всегда бредовая идея. Интересно, она одинаковая или разная. У меня, может, одновременно скажем, а то вдруг она должна. Я предлагаю замолчать. Не догадываться. Не говорить, не догадываться. Ты вместе вот чего-то такое. Вот он круг, а ты тоже. Или ты маленький кружочек. Или он круг, а ты квадрат. Не ставить задачу понять и перевести в слова то, что он говорит. Получите довольствие на этом уровне. Вот. А если он хочет что-то сказать или донести? А тогда он начнет дальше как-то это добиваться от Виталия. Ой. Вот как бы ситуация какая. Если он сразу, если он понимает, что он хочет чего-то донести, он будет вот реагировать, когда Виталий предлагает варианты, он будет как-то реагировать по-разному. Либо да, либо нет, либо ну как-то на собственно. Ну, когда человек, можно сказать, да, это то, что я имела в виду, или нет, это я не то, что имела в виду. Когда ему надо. У меня есть мальчик, плохо говорящий, дикция у него плохая, он про это знает. И он когда видит, что я не понимаю его слова, вот он будет изворачиваться разными путями, чтобы донести, объяснять как-то что-то еще. Он говорит так, что я не могу понять, я говорю, извини, я не понимаю. Он будет стараться, потому что у него есть задача, чтобы я поняла. А бывает, что нету задачи. И тогда, ну как-то в холостое общение, да, ты пытаешься догадаться, а он, в общем, может, и объяснять-то не хотел. А если ты просто вот как-то его копируешь и общаешься с ним руками, а ему надо, чтобы понял, он тогда будет какие-то другие действия предпринимать, чтобы Виталий все-таки понял. Расскажи про это. Да, до 15 нас мы знакомили с разными ребятками и знакомили меня с девочкой. Ну, как подошла просто воспитательница, сказала, как ее зовут, сколько ей лет, и ушла, и вот кроватка лежит, девочка, с множественными нарушениями, вот, и смотрит таким вот поразительным взглядом, понятно, что, ну, она не говорит, и что-то так как-то вот рядом с ней как-то очень хорошо было. И я что-то ну, присел на корчика, кто-то так ее по ножке гладил, по пальчикам, по ступне, и говорю, вот какая, я говорю, интересная у нас твоя встреча получилась, мне очень приятно, что мы познакомились, вот, и у тебя такая улыбка, и нет, не улыбка, улыбка потом, а у меня вспомнится улыбка, улыбки как раз не было, ну, что-то такое вот, я ей сказал, вот, и говорю, я даже не знаю, видишь ли ты меня и слышишь ли то, что я тебе говорю, вот, она сделала какое-то движение ногой, я говорю, слушай, наверное, это движение что-то значит, и даже, наверное, воспитатель знает, что оно значит на твоем языке, но я не понимаю, она делает движение рукой, я говорю, бедный, я человек, ты опять что-то говоришь, я совершенно не могу понять, что ты хочешь мне сказать, она как-то еще изворачиваешься, что-то еще, я говорю, слушай, как мы с тобой устроены, я говорю, а? Вот сам, вот я вот, да, вот, задаю тебе вопрос, вот, как тебе, ты мне что-то говоришь, а я же совершенно не способен понять, что ты мне отвечаешь, я говорю, вот так вот мы с тобой и расстанемся, говорю, и я и так и не узнал, ну вот такая у нас с тобой жизнь, и тут она улыбнулась, вот, то есть, она нашла способ, и поэтому, вот, как интересно, да, подсознание работает, что я сказал про улыбку, хотя улыбка была в конце, вот, я помню эту улыбку, но она нашла способ донести, что ей понравилось, что ей понравилось со мной общаться, вот, а, и то, что я говорил, что я ее совершенно не понимаю, ее не оскорбляла, не останавливала, она вот хотела, все-таки, чтобы я врубился, что ей понравилось, что к ней дядя пришел в гости, ну, просто вот, на это ушло много времени, вот, такая вот она, а, Виталий, я забыла, там, первый случай до девочки был тоже какой-то, первый был вопрос, ну, у нас был с нежностью вопрос, а вот до этого там была ситуация, была ситуация, что я подошел к девочке, а, да, она ждала другого человека, да, она ждала другого человека, да, что можно сделать в ситуации, когда, вот, тебя спрашивают, не признавался, как бы у тебя было смущение, что ты, что тебе хочется пообщаться, а конкретно с этим человеком, и если человек узнает, что это не Саша, она не будет с тобой общаться, или тебе не хотелось ее расстраивать? не хотелось ее расстраивать, то есть я понял, что она ждет Саши, а я тут подведу к Сашу, ну, я думаю, ну, я как-то обойду этот вопрос, и вот подведу к другому ребенку, чтобы ее не расстраивать, потому что она ждет Сашу, может, Саша бы пришел в этот день, да. А ты, в Владивской группе разные бывают ситуации, когда мы просто, вот, мы не пересекаемся с какими-то людьми, ты Сашу сам знаешь? Да. Гречухин. А это Гречухин, Саша? Нет. Гречухин, Гречухин, ходит 24-й. Любой Саша. Это принцип. Он у нас очень недавно. Не важно, да. Но у тебя, вдруг говоря, если есть информация, например, то, что бывает, когда спрашивает ребенок какого-то волонтера, а ты, например, вдруг случайно знаешь, что сегодня у волонтера день рождения у мамы, и он не может прийти. Или ты узнал, что человек заболел, поэтому он не пришел. И если ты это ребенку говоришь, то у ребенка меняются отношения, потому что ребенок может, ну, если мы фантазируем, подумать, что вот, Саша пришел, мы подружились, мне стало хорошо, а Саша меня забыл, и больше ко мне не приходит. Да, например. Вот. Ну, не будем говорить про Сашу, а будем говорить про Витю. А потом окажется, что мы ему говорим, слушай, а у Вити на самом деле сегодня экзамен. И вот он бы хотел прийти, а вот он сдает экзамен, и он сам переживает, что он к тебе нет. Но если мы вдруг действительно знаем, что это так, то у ребенка совсем другое ощущение. В этом смысле, когда вы как волонтеры, если сложились с кем-то, вот контакт с кем-то, отношения, а вы знаете, что вы не придете, во-первых, заранее можно предупредить, что я в следующий раз не приду. Вообще не обещаю, что мы обязательно встретимся в этот день. А потом встал, горло болит, и уже не пошел. Вот. Как-то так вот. А можно просто через других волонтеров передать, я тебе помню, к сожалению, у меня экзамен, или к сожалению, я заболел, иногда, но это достаточно. А мне кажется, что можно не лишать девочку выбора, так как получается, что она лишена выбора, да, либо Саше, либо никто. Нет, нет, нет. А тут можно спросить, а ты хочешь Сашу, а ты хочешь, тебе нравится Саша, или ты хочешь с Сашей, или ты хочешь только с Сашей, ну вот можно сначала спросить. Можно сказать, нет, я Виталий, но я тоже хочу быть с тобой. Ну, как-то обозначить себя, чтобы она уже дальше делала выбор. Ну да, может, кажется, я там могу передать Саше привет. Ну да, вот. Спасибо.